Откуда IBM узнает, что ты псих? Что общего у VR и Олимпиады? И почему Линус Торвальдс унижает Intel? Об этом и многом другом ты узнаешь сегодня в Take It Easy, шоу о самом главном и интересном в мире IT. Так, а ну быстро уберите это. Все и так уже подписались на наши соцсети, где мы постим разные смешнявочки. Ну вот, теперь другое дело. К новостям, погнали! Южная Корея принимает не только Зимнюю Олимпиаду, но и криптовалюты. Пока что. Однако в Сеуле уже решили закрутить гайки, введя налоги на криптовалютные биржи. Они должны будут заплатить их в размере 24,2% от прошлогодней прибыли. Например, бирже BitHump придется заплатить 56 миллионов долларов налогов до марта этого года. Что это как не попытка обуздать растущий рынок криптовалют? Двигаемся дальше. Что бы мы были за канал о технологиях, если бы не заботились о наших любимых подписчиках? Поэтому лови лайфхак дня! Ни в коем случае не кусай батарею айфона. Ну, если только не собираешься использовать его в качестве гранаты, ну или номинироваться на премию Дарвина. В Китае один из покупателей в магазине электроники решил на зуб проверить качество аккумулятора айфона. Этот смелый эксперимент прошел под слоганом «отвага и слабоумие» и привел к взрыву устройства. Больше всего эта новость порадовала террористов и дантистов, хотя многие не разделяют эти понятия. Когда-то психиатрами были серьезные усатые дяди в костюмах и с сигарами. Дорогой мой, вам пи***ц. А не то, что сейчас измельчала порода. Ведь теперь эту профессию осваивают нейросети. Исследовательская группа IBM по вычислительной психиатрии и нейровизуализации натаскивают нейронку на прогнозирование рисков развития психических заболеваний. Команда использовала и для анализа речевых моделей 59 человек, полученные еще в 2015 году. Нейросети скормили стенограммы этих интервью, а затем алгоритм определял, у кого из пациентов есть риск развития заболеваний. У 19 участников в течение двух лет развилось психическое расстройство, а у 40 нет. Невероятно, но нейросеть предсказала это с 83% точностью. В перспективе эта штука сможет прогнозировать развитие таких болезней, как Альцгеймер, Паркинсон или даже депрессия. Хотя, как по мне, гораздо проще диагностировать депрессию по статусам в фейсбучике. Все будет так, как ты мечтала. Только подожди, помни, сахар на дне. Если ты уже устал бегать по Уганде и кричать про Эбулу вместе с Наклзами в VR-чате, Дети думают быстрее, а вот я подольше. Потому что у меня на тромосону больше. Тогда зацени, как VR помогает не только приобрести психическую травму, но и подготовиться к соревнованиям. Американская ассоциация лыжного спорта и сноуборда использует платформу VR с 3VR для того, чтобы подготовить спортсменов к Олимпиаде в Южной Корее. Изначально проект предназначался для реабилитации участников соревнований после травм. А сейчас с 3VR – эффективный виртуальный тренажер. Благодаря VR лыжники могут досконально изучить будущую трассу заранее. С помощью платформы с 3VR также тренируются спортсмены из НФЛ, НХЛ и НБА. А по словам тренеров, виртуальные занятия дают отличный результат. У некоторых спортсменов на 20% улучшилась реакция. Так что в следующий раз, когда девушка будет отгонять тебя от компа, покажи ей это видео и скажи, что ты занят важными тренировками, а не задротишь в дотку. Да, зай. Слушай, я так устал. Давай завтра поговорим. Целую. Я на мид! Ну а пока спортсмены развлекаются, отец всеяли нуксоидов, Линус Торвальдс, высказал свое однозначное фе против недавних интеловских патчей от уязвимостей Meltdown и Spectre. Торвальдс заявил, что последние исправления Intel являются полнейшим мусором, а руководство чипмейкера вообще обвинил в помутнении рассудка. Кроме того, Линус заявил, что Intel просто имитирует бурную деятельность, заглаживая свои юридические промахи. In your face, Intel! Ну а теперь, следуя последним трендам, Intel просто обязан вызвать Линуса на Versus Battle. Тем временем январь понемногу заканчивается, а это значит, что самое время заценить свежие рейтинги языков программирования по версии Doe. В тройке самых популярных языков по традиции оказались Java, JavaScript и C Sharp. Ну а темные лошадки Go и TypeScript впервые вошли в десятку самых используемых языков. Да и доля Python растет, ведь он уже однозначно стал доминирующей платформой в Data Science. Ну а что касается мобильной разработки, то Swift и Kotlin однозначно стали безальтернативным выбором для iOS и Android. Кстати, Kotlin нормально так ворвался, с нуля практически до 1%. За это, скорее всего, стоит сказать спасибо Google, который и сделал его официальным языком разработки для Android. Ну и конечно же, Kotlinщики это одна из самых молодых по возрасту прогеров тусовок, 24 года в среднем. Для джавистов средний возраст составил 27, а для Go и Scala 28 и 29 соответственно. Ну а самые взрослые это дельфины и паскали. Тут средний возраст за 37 лет. Кстати, еще мы готовим выпуск про тренды 2018 года, и ты сразу узнаешь, когда он выйдет. Ведь ты же подписан на наш телеграм-канал. Ну а теперь приготовься узнать, какой же из вариантов ответов на загадку из предыдущего выпуска был правильным. На первый взгляд кажется, что это первый, но на самом деле второй. Полную разгадку смотри в описании. И быстрее всех правильный ответ дали. Ник Сил, Артем Ольнев и Надежда Подуфало. Респект! А еще мне понравились вот эти варианты. Мозг всегда нужно держать в тонусе, поэтому лови следующую задачку. Как ты считаешь, если в 2 часа ночи идет снег, можно ли ожидать, что через 96 часов будет солнечная погода? Твой прогноз мы ждем в комментах. На этом все. И помни, что компьютер позволяет тебе совершать ошибки в 100 раз быстрее, чем любое другое изобретение человечества. Ну, кроме оружия и текилы. Мы ждем твои шикарные лайки под этим роликом и звонкий теребонь колокольчика. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok